Мы пошли сразу в медицинский центр психического здоровья. То есть мы не хотели заниматься прям самодеятельностью. Я хотел, чтобы это было именно с госучреждением, с центральным официальной психиатрической клиникой. Чтобы в будущем мы показали через них, что это работает. И чтобы это было внедрялось уже как часть реабилитации официально. Именно в тот год как раз был директор Нурката Фирбол. Он достаточно молодой был директор. Отучился он в Европе. И как раз недавно он съездил в Испанию. Они там смотрели именно систему реабилитации людей с психическими заболеваниями через труд. Акимат проспонсировал. И они там открыли как раз первый такой центр реабилитации. Психосоциальной реабилитации. И он до сих пор есть. Это классный центр. Он там четырехэтажный, он оборудован. И там мы открыли кабинет. Ну, место как тренинговая площадка. Чтобы там ребят хотя бы обучать основным навыкам. Потом мы туда начали приглашать разных экспертов в ресторанной сфере. А потом я уже ходил в универе здесь. И питчел я всем предлагал. Сначала студенческому правительству. Потом там тем, кто отвечает. В то время тем, кто отвечал за студентов, администрации. Так я вот. Ну, короче, я получал отказы, отказы. А потом я написал имейл президенту университета. И у нас такой открытый человек. Он сказал, приходи в кабинет. Он позвал, собрал людей, администрацию. И я им презентовал проект. Показал им наш мини-тренинг кафе в медицинском центре психоздоровья. Он презентовал, они сказали, хорошо, мы тебя поддержим, вперед. Он сказал, вот, это дали помещение нам. В университетском конкурсе стартапов Маулен с идеей кафе стал финалистом. Получил стартовые 10 тысяч долларов и первые тренинги по ведению бизнеса. Параллельно шел краундфандинг и комплекс волонтерских мероприятий по сбору средств. Мебелью и оборудованием помогли социальные мастерские, благотворительные фонды, программы по поддержке малого бизнеса. Многое досталось кафе бесплатно. Например, часть столов оказалась здесь после проведения эксперимента.